Так какой же была наша Вселенная 13 миллиардов лет назад? До недавнего времени оставалось только догадываться. Всё изменилось год назад, запуска российско-германской обсерватории спектр рентген-гамма. С помощью уникального аппарата учёные смогут создавать детальную карту видимой Вселенной, а также ответить на главный вопрос, как происходила эволюция скоплений галактик за всё время жизни Вселенной. За последние полгода спектр РГ произвёл первый скан всего неба. С его помощью российские учёные под руководством академика Рашида Сюняева в Институте космических исследований РАН и немецкие учёные из Института внеземной физики в Мюнхене смогли построить две наиболее точные карты неба в рентгеновских лучах. Одна карта была построена с помощью российского инструмента, вот ARTX-C. Было обнаружено 600 источников рентгеновских в жёстких рентгеновских лучах. Для сравнения, можно сказать, много это или мало 600 источников. Европейская орбитальная обсерватория «Интеграл», которая работает на орбите с 2002 года, за 18 лет существования открыла примерно 1000 источников рентгеновских. Второй телескоп «Ярозита» получил скан неба тоже за полгода, и там ещё более впечатляющие результаты. Сейчас обнаружено уже 1 миллион рентгеновских источников. 1 миллион вот на этой рентгеновской карте неба. Это просто ошеломляющий успех. Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр рентгенгамма» была запущена год назад, 13 июля 2019 года, с космодрома Байконур, с помощью самой мощной российской ракеты «Протон-М». Космический аппарат «Спектр РГ» создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами – российским «Артекси» и немецкой «Еросита». Наземную поддержку обсерватории «Спектр РГ» оптическими наблюдениями оказывают телескопы. Один из них – уникальный полутораметровый российско-турецкий телескоп Казанского федерального университета. Среди российских телескопов и университетов КФУ имеет преимущество, поскольку телескоп РТТ-150 установлен в южных широтах за пределами Российской Федерации, что позволяет наблюдать южные звезды, которые нельзя видеть в телескопы, находящиеся на территории России. Наш телескоп, он специализированный, телескоп Казанского университета, специализирован для решения задач отрождествления объектов спектра Нигенгам. Поэтому мы работаем в тесной связке с группой Раштельевича Сюняева. Мы ежедневно по несколько, там иногда до десятков писем в день приходят. Каждый час идет обмен информацией. Они пишут нам, вот вам источник, что вы ночью пронаблюдали. Мы сегодня ночью пронаблюдали. Я пишу, мы сегодня ночью, а из вашего списка три квазара новых нашли. Раштельевич говорит, о, это высокая инфективность. Некоторые там за три месяца по одному квазару не могут найти, а вы за одну ночь нашли три квазара. К настоящему времени ученые КФУ получили спектры уже более 20 квазаров, наиболее далеких источников во Вселенной. Для того, чтобы вести исследования, им не обязательно находиться возле телескопа в Турции. Вести наблюдения они могут, не выходя из университета, создав вместе с турецкими коллегами дистанционный пульт управления телескопом РТТ-150 благодаря использованию современных интернет-технологий. Представляете, вот мы сидим в Казани, телескоп у нас в Турции, ну я сейчас отдельно об этом скажу, и мы видим объект, который находится на границе Вселенной. По плану спектр РГ должен поработать в космосе не менее шести с половиной лет, введя наблюдение за окрестностью точки Лагранжа Л2 в системе Солнца-Земля. Обсерватория продолжит свою работу и в ближайшие шесть лет, и получит еще семь обзоров всего неба, что позволит сделать карту неба в рентгеновских лучах еще более детальной. Редактор субтитров А.Семкин